В столице полуострова появится улица имени Крымской весны. На очередной сессии Симферопольского городского совета депутаты утвердили постановление о присвоении ряда имен новым улицам в городе. Среди них и улица Крымской весны, которая появится в строящемся районе Каменка. Подробнее об этих и других новостях города в нашем следующем видеоматериале. На очередной сессии городского совета депутаты одобрили ряд названий для новых улиц города. Все они расположены на периферии Симферополя. В районах Каменки гостиницы Москва маршала Жукова. В районе улицы Беспалова предлагается четыре названия. Это наименовать четыре улицы. Это улица Мир-Мерша, это детская татарская игра. Улица Симурх, это жар птица. Улица Папоротникова и улица Ивана Купала. Учитывая перемешку в данных микрорайонах компактного проживания лиц крымско-татарской национальности и славянской, поэтому 50 на 50 называли улицы. И в районе улицы Дачная, это Каменка, название одно улица Крымской весны. Это с предложения наших депутатов. Еще один важный вопрос, вынесенный правда в раздел о разном на повестке дня, перспектива воссоздания городского управления здравоохранения, которое прежде было упразднено. Депутаты заострили внимание на неисполнении прямого указа главы Крымской республики Сергея Аксенова об отмене талонной системы в симферопольских больницах. Кроме того, многие лечебницы, со слов выступающих, испытывали дефицит лекарственных средств. Я считаю, что все эти недостатки, это факт того, что в городе в свое время упразднили управление здравоохранения. У нас от фракции есть предложение выйти с ходатайством перед главой республики, перед советом министром, воссоздать в городе отдел здравоохранения, управление или отдел здравоохранения. Такую инициативу председатель городского совета Виктор Агеев в целом одобрил, отметив, что вопрос о воссоздании гор управления здравоохранения уже не раз обсуждался, а теперь будет вынесен на обсуждение уже официально. Мы обсуждали этот вопрос с депутатами, на фракции обсуждали, многие депутаты высказались о том, что город здрав должен быть в городе. Сегодня город Симферополь столица, он имеет 15 медицинских учреждений, заведений, больниц, поликлиник. И понятно, что управление и реакция была бы более оперативная, чем сегодня происходит. Конечно, есть какие-то дружности, трудности в министерстве здравоохранения. Понятно, что они наладятся, но сегодня надо всем лечиться, сегодня надо получать услугу медицинскую. Поэтому я думаю, что как вариант сегодня необходимо нам обсудить это с администрацией, возможность этого решения. Кроме того, Виктор Агеев отметил, что пока ходатайство перед главой республики и Советом министров остается только далекой перспективой. Прежде проблему вынесут на обсуждение депутатского корпуса, а возможно и общественные слушания. И до вынесения окончательного вердикта никаких документов в адрес вышестоящих инстанций готовиться не будет. Марина Павлова, Егор Петрунин, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.